Ты шо? Все книги в моей озвучке вы можете услышать в телеграм-канале Медведь Обыкновенной Аудиокниги. Слава Се. Маша, Дача, Карантин и прочее. В детский сад с немецким уклоном наняли воспитательницу из Германии. В ней было все прекрасно. Опыт, фигура, хлыст, знания военных маршей. Из недостатков. Она не знала русского. А родители не знали немецкого. Собственно, тут рассказ можно было и заканчивать. Понятно уже все коллизии и перипетии. Видна и развязка, в которой знамя победы втыкают педагогу ровно в отверстие для втыкания знамен. Но я все равно изложу все подробности. Мне сказали недавно, наибольшее потомство оставляют самые нудные мужчины. А это как раз я. Так вот, матери одного мальчика казалось, что воспитатель не должен так клацать зубами в приветствии, даже с учетом немецкой фонетики. Создавалось впечатление, будто ее Димочкой тут недовольны. Для уточнения контекста наняли переводчика. И это была как раз моя дочь Мария. Она знает почти весь немецкий язык, русский и много еще из мата, очень кстати. Стороны сошлись на нейтральной полосе в песочнице, под грибком. Воспитательница напала первой, как в сорок первом. Ваш сын не умеет себя вести, сказала она. На уроках он прячется под стол, катается по полу и визжит. Это неприемлемо. Вон из нашей немецкой культуры. Мария чуть смягчила перевод. Она сказала так. Димина мама тоже пришла в песочницу не ради поцелуев с языком. Она готова была сейчас взять рейхстаг, унести и потом смонтировать у себя на даче. Она сказала. В том-то и дело, что Дима умный. Это у вас занятия тупые. Ребенку скучно. Дочь Марии не выносит ругани. Она и эту фразу смягчила. Сказала. Нам очень нравится ваш садик. Посоветуйте, как развить усидчивость. Разговор длился целый час. Мария в одиночку, как хитрый штирлец, боролась за мир. Переводя педагогику с языка десантно-штурмовых бригад на язык играющих в траве щеночков. Приведу ряд примеров. Сначала реплики немки переводом. Его боятся даже психиатры. Мы очарованы его харизмой. Бить горшком детей – это что? Он несомненный лидер. Он всех достал. Он идиот. Его смех, как колокольчик. У него руки, голова, поведение – все растет из жопы. Ему с трудом даются прописи. Теперь реплики мамы. Ваше место в лагерной охране. Мы благодарны за терпение. Я плачу по шесть сотен в месяц не для того, чтобы слушать этот бред. Кто ищет, вынужден блуждать, как сказал великий Гёте. Постепенно мать убедилась – дело все-таки в фанели. У немцев даже слово «бабочка» – «шметелинг». «Панцеркапфаген-4» – «средний танк». В душе воспитательница человек, а над прописями правда стоит поработать. Немка тоже подметила – у этих русских за внешней грубостью много скрыто теплоты и смирения. Маша получила за работу вместо 20 евро 50 и еще шоколадку. Противники не то чтобы полюбили друг друга, но хотя бы не поубивали. Димочка был выпорот на всякий случай тем же вечером. А теперь новогодний тост. Друзья мои, прошедшему 2020 году с трудом давались прописи. Мы все очарованы его харизмой. И, конечно, его смех – настоящий колокольчик. Простимся же без обид. Зачем-то он был нужен. Объявили карантин. Лара с утра читает новости. Потом бегает по квартире с криком «Мы все умрем». Я пробовал бегать и кричать вместе с ней. Она сказала – это никакая не поддержка. Тогда я сказал – зато мы умрем вместе. Лара спросила, не идет ли я. Тогда я встал на ее пути и раскинул руки. Не просто остановить горящую какой-нибудь идеей женщину. Я сказал – мы уедем на дачу до 2030 года. Наша дача на краю земли. Через 5 километров – конец мира, Литва и прочие искривления пространства, свойственные дальним рубежам вселенной. Мы будем выращивать там репу и брюкву, чтобы эти слова не означали. И станем охотиться на зайцев, чтобы кормить их и отпускать. А пока пойдем в магазин, купим там вообще все. Взяли 6 пачек масла и 4 сырка. Потом закупаться надоело. Половину сырков съели тут же. Остатки сложили в морозилку до трудных времен, наступивших тем же вечером, при чаепитии. Сырки заледенели, их было трудно грызть. Переходим к социальным вопросам. За неделю мне позвонили вообще все знакомые. Каждый сказал, что любят меня, несмотря на все мои минусы. Каждый рассказал о планах вируса на мировое господство. Какие у этой дряни привычки и духовные ценности. Я вскрикивал «Не может быть!» и «Ничего себе!» для каждого рассказчика. И считаюсь теперь интересным собеседником. В пятый день карантина я полюбил путешествия. В шестой день обнаружил, что слушаю песни Андрея Губина. В седьмой день мне приснилась Николь Кидман. На десятый день моя собака сказала мне, что никогда не считала Ницше серьезным философом. Раньше она кидалась на деревья и заборы. И в любой команде слышала только «бежать отсюда срочно». Прохожие думали, это собака моих врагов. Настолько у нас разные характеры. Сейчас при слове «гулять» она прячется под диван и щелкает оттуда зубами. Она не знает слова «карантин» и не понимает, за что ее постоянно выгуливают. И почему все ее любимые вдруг сидят дома, гладят животное и делятся макаронами по-флотски. Она лижет те же места и ворует кости из помойки, как и 10 лет назад. Но полюбили ее только теперь. Непонятно. Также и я в детстве искал связь между успеваемостью и правилами прыжков по трещинам в асфальте. И находил. Умные люди говорили, если Земля пролетает через космическое облако двоек, как не наступай на трещины, от своей не увернешься. Но мы, я, Лара и овчарка, не сдаемся. Мы считаем, если лизнуть на асферу в нужное место, жизнь непременно наладится. Собака наше яркое тому доказательство. Всех люблю. Людям и собачкам лучи добра и гигиены. Лара обожает топить печь и смотреть в окно на дождь. На вопрос, где брать дрова, Лара говорит Золушка собирала, значит и я смогу. Я видел в телевизоре. Золушки собирают в лесу аккуратно напиленные веточки, колечко принца или волшебную гусыню. Реальный хворост сильно отличается от голливудского. Тяжелые какие-то деревья, таскать их неудобно, пилить трудно. И еще эти клещи. Даже мне, гетеросексуалу, принц показался бы лучшей находкой. Для розжига возьмите огнемет, а дрова выбросьте подальше. В жизни эти советы не работают. За день работы кочегаром я получил лишь облако едкого дыма и комментарий, что нормальный мужик давно бы все тут обогрел. Я позвонил на лесопилку, представился мужиком. Мне сразу привезли ввоз палок всяких и обрубков. Водитель грузовика сказал, что лучшие в мире дрова. Их надо сложить и сушить в течение года. Как греться, пока дрова не высохли, ничего не сказал. Тогда мы купили опилочные брикеты. На лесопилке единицы измерения чего угодно является грузовик. Думаю, заказать у них пирожных корзиночка с малиновым желе. Снова приехал водитель. Сказал, что брикеты надо хранить в сухом помещении, иначе они превратятся в сырые дрова, которых и так уже девать некуда после первого грузовика. У сантехников свои взгляды на уют. Моя идеальная дача состоит из душа, бойлера, биде и унитаза. Гадить и мыться. Мыться и гадить. Вот два глагола, делающие человека личностью. Я бы и отопление построил. Но... Никогда это чудовище не ступит на наш порог. Сказала Лара, имея в виду котел. Красивый зеленый параллелепипед с черными дверцами. Поэтому мы топим печь. Ныне и присно, и вовеки. Извините, я должен сменить тему. Слезы душат. За три недели на даче обнаружил вот что. Если мужчину запереть с каким-нибудь предметом надолго, то этот предмет или животное, или женщина покажется Арнеллой Мутти. Робинзон не жил в карантине. Поэтому не называл своих коз Любочка, Зинуля и Агафья Тихоновна. И никак к ним не приставал, уверяет книга. Если только у глагола доить нет дополнительных значений. Есть у нас еще баня. А за лесом магазинчик, где продают розовое анжуйское. После баня под вино соседский трактор тарахтит уже не противно, как-то даже осмысленно. И сам я, ломая в душе лед, чувствую, что не зря родился. А теперь простите, трактор возвращается. Нам с собакой нужно пойти погавкать. Никаких других развлечений до осени не предвидится. Однажды Витю укусили сразу 14 клещей. Он ходил в лес совсем не за этим. И не ждал от кустов орешника такого негатива. Для здоровья Витя помазал клещей зеленкой и сел спокойненько чистить грибы. Всякий русскоговорящий мужик необъяснимо уверен в своем бессмертии. В день Армагеддона Витя почешет живот, скажет «Сейчас разберемся» и правда разберется. Он пройдет по темноте, давя пауков тапочками и вкрутит лампочку надежды. И перед расстрелом он не станет рыдать, заламывая руки, а только мрачно скажет «Так что, полдника не будет?» Женщины любят таких, как Витя. Теперь обо мне. Я живу на даче уже 54 дня, 20 часов и 18 минут. Свежий воздух можно добывать прямо из меня. Лара запретила мне дохнуть от мороза, как сделали наши помидоры. Также мне нельзя синеть пятнами. Здесь много воинственных насекомых. Иногда мне хочется порыдать, заламывая руки. Но куда ни повернись, везде стоит и смотрит моя жена Лариса. В ее присутствии я сразу чешу живот и шучу про полдник. Почему-то Лару не кусают насекомые и даже коза включительно. Ледяной душ она называет теплым. Картошка ей заменяет помидоры, мясо и вино. По документам Лара девочка, нежное создание. Но внутри она лохматый гун и выросла в степи, питаясь нечищенными грызунами. Когда-то я полюбил ее за красоту и жизнелюбие. Я не знал, что женюсь на частном случае дикой природы. И вынужден теперь имитировать здоровье, отвагу и ненависть к удобству. Однажды мы поехали на машине в магазин. Только разогнались, с салонного зеркала спускается паук. Некрупный по меркам юрского периода. Лапы, хелицеры, улыбка, усталые морщинки вокруг глаз. Висит, раскачивается. А я же у нас мужик, вот мне с ним и биться. Говорю, Лара, приготовься. Я оторву паутину, а ты открой окно и мы выбросим паука. В нашем ситроене кнопки стеклоподъемника перед глазами. Лара сто раз их нажимала. Лара говорит, хорошо, я готова. Я отрываю паутину от зеркала. С этого момента паук в моей власти, а я в его. Открывая окно, кричу. На какую кнопку жать? Кричит она. Паук быстро бежит вверх по паутине, чтобы откусить мне руку. Обычно Лара жмет все подряд. Радио, кофемолка, принтер, стиральная машина, тостер. Ни разу Лара не побоялась случайно катапультироваться или запустить ракету тополь. Просто жал на все выпухлости без разбора. А тут вдруг задумалась о смыслах. В левой моей руке руль. В правой ниточка, по которой взбирается смерть. Я срочно пересказываю пиктограмму на кнопке. Усеченный прямоугольник со вписанным белым квадратом и черным треугольником вершиной на зюй тост. Именно так французы представляют открывающееся окно Ситроена. Паук с ходьбы переходит на бег. Лара спрашивает, что такое усеченный прямоугольник. Я перехожу на виск. Лара хватает книгу Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска» и бьет меня в надежде, что и пауку достанется. На войне это называется «Friendly Fire». Так уничтожают неприятных союзников под предлогом недоразумения. С точки зрения придорожных коров мы беспричинно остановились, побегали вокруг машины и поехали дальше. Многие семьи выглядят со стороны веселыми затейниками. А на деле их терзает белая горячка. Меньше всех в тот день пострадал Збигнев-Бжезинский. А теперь еще немного о Вите, грибняке. Чтобы понравиться жене, он читает две умные книги в день. Жена его юрист по авторскому праву. Также Витя готовит блюда с кардамоном, шафраном и базиликом. Вчера звонит, говорит, я долго жил и понял, просить почесать спинку можно только в самом крайнем случае. И вот тут я с ним глубоко согласен. Близорукий человек не может разглядеть бегущую мышь в деталях. Нормальная реакция сомневаться, была ли мышь вообще, или это пыль, или недосмотренный сон. Если же дачник отчетливо различает мимику мыши, глазки и реснички, значит домашнее вино все-таки больше галлюциноген, чем витамины. Заряжая мышеловку, я чувствую, что рожден для большего. Мне стоило бы написать изящный сценарий или сварить щи, которые всем понравятся. Но отвлекаться нельзя. Мышеловка разбивает в пыль любую добычу, будь то собачий нос или пальцы сочинителя коротких рассказов. Скорость размножения мышей 1 на 10 в степени n-1, где n число месяцев. Это значит, через год на нашей даче будет 100 миллиардов мышей. Четырех я уже убил. Сами считайте, сколько осталось. С косулями схожая история. Летом они ходили по трое. Мы за ними гонялись. А вчера заявилось стадо в 60 бойцов. Мы, цари природы, заперлись и смотрели в окна, как пустеет по осени сад. Бэмби съели розы вместе с шипами. Схрумкали деревья, теперь хищно смотрят на сараи дрова. Капканы ставить нельзя. Первый в них вступит собачка, потом я, потом сосед, электрик. Он ходит через наш участок осматривать столбы. Видеть в холодце отрубленные ноги электрика или собачьи, или свои. Не затем я рос и хорошел. Лара придумала натянуть веревки между деревьями. Косули же не умеют перелезать через веревку, особенно если она белого цвета. Мне не важно, каким бессмысленным способом моя жена сбрасывает избыток двигательной активности. Белые веревки с висящими на них косулями – отличный повод поговорить о дизайнерском оформлении участка. Смотрите, если косуля поскачет в ночь и останется без головы, это будет романтизм, как у Майнрида. Голова электрика отдельно от ускакавшего в темноту тела в комбинезоне – это модернизм, как у Беляева. Собачка без ушей, а также я мордой в грядку, запутавшийся в белых веревках – это постмодернизм, как у Лимонова или Ваннегута. Вот о чем думается вечерами на осенней даче в заперти. Этой осенью должен был случиться мой концерт в Кишиневе. Но сгорела филармония. Чудесная, уютная, как в старых фильмах – намоленная. Пропали четыре рояля, инструменты без счета, аппаратура, касса. Таких жестких карантинных мероприятий я нигде еще не встречал. В этом здании я впервые обнял 500 человек за 40 минут. Сейчас за такое сажают. Упорно верю, что наши невстречи окажутся дурным сном. Все равно однажды куда-нибудь сбегу, поверну время вспять. Потому что обниматься – это нормально. Я говорил продюсеру, что вообще-то карантин. Он сказал, наш план надежен, как чугунный шар и настолько же изящен. На автобусе въехать в Беларусь, там в коровьих копытах по дну реки перейти границу. На той стороне белый хендай, водитель Ашот, отвезет на концерт. Все. Что тут может не получиться? Лично у меня может не получиться все. Меня пять раз штрафовали за мусор, брошенный в неправильный контейнер. Раз в жизни я проехал на розовый свет, за мной сразу погнался броневик, полный автоматчиков. Я сказал продюсеру, «Гена, мне нельзя все незаконное. Давай концертировать после пандемии». Как раз за эти триста лет я научусь выговаривать букву «Р» целиком. Гена велел мне не ссать. Поезд заблудится, такси сломается, ямщик замерзнет. И только коровьи копытово сияют над миром. Они бессмертные. Их ЦРУ использует для гарантии успеха. При всей моей аполитичности я откуда-то знаю, что коровы не нарушают границу. То ли дело косули. «Нет», – сказал Гена, – «косули и копыта острые. Такие крупные творцы, как я, и с косульями-копытами увязнем в земле по колено. Цепочка скважин в сторону границы – это подозрительно. Медвежьих копыт, слоновьих или шагающего экскаватора у него не оказалось. Да и зачем? Леха, Славик, Димон, Фифа, Батон, Жанна Станиславовна сто раз ходили в коровьих, только осанку себе улучшили. Мне стыдно быть трусливей Жанны Станиславовны. Поэтому я купил визу и сел в автобус. На границе сказал, что еду к другу писать сценарий фильма про белорусскую свадьбу. Пограничный лейтенант заявил, для въезда в такую серьезную страну нужны основания посолиднее. Он принял меня за уличного бойца с режимом. Довольно лестное мнение. Я сам не ожидал, что столь спортивен в глазах лейтенанта. Он аннулировал мою визу и велел убираться домой. Желаю ему встретить хорошую женщину, которая будет требовать обоснований для посещения лейтенантом спальни, кухни и вообще. За меня вступилась очередь. Особенно украинец Василий. Пустите режиссера, кричит. Сатрапы, душители, мы разнесем вашу халабуду. Василий велел не нырять под шлагбаум, пока он будет бить батальон охраны. Украинцам вообще справедливость дороже удобств. Лучше пять лет отсидеть за разгром пограничной заставы, чем скучно ехать в автобусе, считают они. Потом пришла его жена. Спросила, ты шо тут? И революция рассосалась. Из жены Василия получился бы неплохой продюсер. Моя история стала резонансной. Со всех сторон таможенного пункта мне понесли чай, курить и бутерброды. Литовские пограничники пропустили домой без очереди. Милый дальнобойщик подбросил до автовокзала. Водитель автобуса провез без билета. Всем, у кого нет друзей, я советую для начала получить в дыню от деспотии. Коммуникации тут же наладятся. Нам с режиссером Андрейсом Мэкисом в искусстве особенно интересна простая женщина с коленками и пупком. Если сюжет тормозит, мы пишем. На героине остались только трусики. И сразу динамика появляется, интрига, достоверность. За лето мы продали два фильма. Это значит, наши ценности не чужды зрителю. Я человек зажатый, деревенский. Говорю Андрейсу, «Почему в наших фильмах все спят со всеми? Не слишком ли это новаторски? Что скажет жюри в Каннах?» Он отвечает. «Мы же, сука, творцы. Расправь крылья. Позволь матери-невесты трахнуть жениха». Я позволяю. И происходит чудо. Зять и теща, сцена в тамбуре, динамика и достоверность пробивают потолок. Сейчас мы пишем кино про свадьбу. Ищем подходящие истории. Первую рассказал Андрейс. «Мой дедушка при Сталине отсидел 15 лет. Вернулся в Ригу. Узнал, что бабушка живет с каким-то портным. Сел в кафе напротив дома. Отправил бабушке записку. Всего два слова. Я вернулся. Через 10 минут портной вышел вон. Дедушка поднялся в квартиру и за следующие 30 лет ни разу не спросил бабушку, каков портной был в смысле юмора и отношений. Моя жена говорит эта история про величие духа, а не про неумение формулировать проблему, как я предположил сначала. «Сам-то я сын сварщика, сантехник. Раз в полгода на веселе я требую доклада обо всех, кто был у нее до меня». Жена отвечает с присущим ей благородством. «Вячеслав, ступайте в пень». Я тоже знаю одну историю. Мой прадедушка Тимофей с прабабушкой Наташей родили пятерых детей. А потом их семью раскулачили, дали по 12 лет, развезли по разным лагерям. Бабушка и дедушка ждали встречи, даже не болели, так хотели увидеться. Вернулись с разницей в неделю. Три дня не могли наглядеться друг на друга. На четвертый день бабушка умерла, сердце остановилось. Хотя, правильнее сказать, замерла. Дедушка похоронил жену и в тот же вечер тоже умер. Теперь они сплетничают обо всем в своей теплой вечности, без всякого снобизма. Ибо зачем еще любовь, как не для тихой болтовни. Косули доели яблоню, сорта медуница. Раньше Лара любила косуль, а теперь сказала в их адрес такое, что подпрыгнули даже неживые предметы. На нашей даче все чего-то жрут. Тля смородину, скворцы, черешню, клопы, редиску. Мы с собакой едим печенье. Нам бы тоже хотелось растительной пищи, но вершины пирамиды тут не мы, а косули. Мы их тупо не можем догнать. Еще кто-то сожрал розу. В каталоге волшебных существ Гарри Поттера есть раздел. Существа, выпивающие радость. Так вот, розу съели дементоры. Дача нашей мечты целиком состояла из цветов и фруктов. Свежий воздух планировался, но без этого побочного аппетита, из-за которого каждое чаепитие превращается в жор с тремя переменами блюд. И все тропы здесь ведут к холодильнику. Однажды ночью, устав от еды на минутку, Лара вышла покурить. И посветила фонарем в темноту. Из темноты на Лару смотрели десятки глаз. Лара не успела сосчитать точно, потому что сразу запустила в глаза фонарем. Так мы узнали, что нас по ночам обступает кто-то с хорошим зрением. На всякий случай, теперь Лара курит исключительно днем. По поводу сожранной яблони. На ценнике было написано «Персик». Я сказал, денег нет абсолютно. А Лара сказала, «Ну папочка, это же персик». Дом стали читать инструкцию. И там, польским по-белому, написано было, что это яблоня сорта медуница. Чтобы продать кассиру назад его кривую палку, фразы «Мы думали, что это персик» оказалось недостаточно. Посадили, короче, в хорошем месте. Дерево выпустило 10 листьев. Потом пришли глаза и все сожрали. У меня есть арбалет. Второй фонарь и отличный план. Я дождался ночи, сказал, «Скоро вернусь». И тревожно посмотрел вдаль. Еще сказал, что яблони должны приносить нам хотя бы мясо. Лара в ответ отобрала стрелы. Спросила, не дурак ли я. Нельзя стрелять в глаза, если только мы не хотим кого-нибудь поранить. Лучше бы забор построил, чем в индейце играть. Необходимая длина забора – 240 метров. Такой стоит, как три наших дачи. Его сопрут обязательно. А косули останутся. Тем более дементоры. Вернуться в город мы тоже не можем, несмотря на очевидные плюсы такого решения. Лара сказала, что слишком любит дачу, чтобы бросить ее вот так недоеденной. Сам я сбежать не могу. Цепь от батареи к ноге слишком железная. Остается сидеть, писать сценарии и смотреть в окно, как косули жрут природу. Один гость нашей дачи заметил в кустах крупное животное. У зверя горели глаза, а из пасти свисала нога лося. В поздних пересказах свисал уже целый лось. Гость спросил, часто ли в нашем районе находят опустевшие дома, где вся семья пропала, хотя ужин еще дымится. Я сказал, не волнуйся. Положи под подушку топор и ложись спокойно спать. Наверняка это была кошка, преломленная темнотой и ужасом до нужного размера. На другого гостя с березой рухнула личинка и укусила за грудь. Третий уверял, что бил комара лопатой и только лопату погнул. Четвертого дождевой червяк обвил за ногу и тащил в нору. В 70 километрах от Риги, уверены гости, начинается Африка и Стивен Кинг. Друзья приезжают, хохочут на все джунгли и колотят в дверь с криком «Мы знаем, вы дома!» Нет такой дали, в которую не попрется горожанин ради жареной свиньи. Итак, ночью приходило чудище, а утром пропала наша собака. «Кошка, значит?» спросила Лара, так будто я отрицаю существование Чупакабры. Лара рассматривала три версии пропажи песика. Распределим их по степени вероятности. Первое. Пять процентов. Собака вознеслась, потому что ангел. Второе. Пятнадцать процентов. Собака заблудилась во ржи и крутит головой, не зная, куда идти. Третье. Восемьдесят процентов. Собаку унес Айгамучаба, кангалаское чудовище с глазами на ступнях. Лара бегла по полям, звала собаку по имени, по батюшке и по матушке. Пищала ее любимой резиновой свинкой. Залила слезами овдовевший поводок. У деревенского погоста встретила соседку Таньку. Узнала новости. На соседнем хуторе сучка у сучки течка. Сучка в данном случае не ругательство, а половой признак. Хотя и ругательство тоже. Танькин самец таксы уже неделю там стоит в очереди, но не продвигается из-за малого роста. Танька вынуждена сама лаять по ночам, изображая хорошо охраняемое хозяйство. Одинокой женщине вообще трудно на селе. Наш пес вернулся к полудню, потрясенный. Выпил ведро воды без закуски. Раньше он любил только свою резиновую свинку. Мы думали в пародии, бельгийская овчарка ключевое слово бельгийское, и лишних вопросов не задавали. Теперь же он узнал, как прекрасны крестьянские собаки в разгар сенокоса. Налет цивилизации был сорван. Из пахнущего шампунем европейца он превратился в гетеросексуального увольня, возможно, тракториста. Каждое утро, лишь раз свет позолотит теплицу, он бьется в дверь головой. Выпуская безумца на волю, Лара спрашивает. Опять к своей шлюндре. Собака отвечает взглядом. Мам, я на полчасика. Там все ребята будут. Фантик, Батон, Мухтар, Арнольд Петрович. На третий день он вернулся на трех лапах. Настоящая свадьба была с дракой. Укусили в заднюю пятку. Наверняка такса, подлец. Лара ругала жениха. В каждой женщине хранится стандартное обращение к блудному сыну, будь то кот, собака или муж. Запись включается автоматически и не меняется уже пять тысячелетий. «Где ты шлялся?» Голосила Лара. «Тебе плевать на мать! Ты же у нас теперь взрослый, Казанова! Семья для тебя пустое место! Кто эта дрянь, с которой ты сношался?» Глагол «сношаться» слишком легок для описания лета на даче. С ее ветром, птицами, загорелыми у реки ногами и лосем, свисающим из пасти. При этом, если я ухожу в лес, никто не волнуется и не перебирает мои рубашки с ностальгией. Жена считает, в некормленном виде «Я сам страшней Айгамучабе и вообще всех в лесу». И это приятно, конечно. Этот кот страшно породистый. Хорошее родословное для котов большое горе и прощание с яйцами. Этому к тому же вырвали когти и выгнали с выставки из-за болезни сердца. Дома его били другие коты. Маша и зарыдалась, слушая его историю. Забрала себе. Звонит счастливая. «Отец, наша семья увеличилась на 3 килограмма. У нас теперь малыш. У него оранжевые глаза. Мы купили ему лоток, песок и перышко». Слушая эту короткую новость, я распаковал волокордин, потом запаковал обратно. Я сказал, «Знаешь ли, Маша, что такое кот? Это 15 лет без права путешествий. Диван и берез за окном. Вот теперь твоя Айкумена. Теплые моря только в кино. И кому-то нужна будешь с котом на руках, если что, в свои 19. Что ж ты молчишь, Мария? Слушаю. Где ты сейчас? Магазин ходил за песком и лопаточкой. И начинает реветь. Никак не запомню, что животные, гости и дача это радость, радость и радость, а не пыль, шум и неудобство. Прости, говорю, Маша, поздравляю. Кот – это мощный рывок в развитии семьи. Он – гроза мух и пауков. В домашних ссорах он всегда на стороне сосиски. Кот сам по себе – любовь, уют и чувство юмора. В голодный год он – пара беляшей. Из него растет отличная герань, если похоронить под окном. Маша успокоилась, сменила тему. Говорили с подругами о трансцендентном. Я рассказал свой опыт общения с потусторонним, как одна бабка нашипела на меня в церкви. За что? Я неправильно кланялась. Что ж, всюду есть ханжи и злопыхатели. Хорошо, что мы не такие. Вообще-то это ты на меня тогда шипел, но подругам я сказала, что незнакомая бабка. И это правда. Я постоянно шиплю. На котов, на пыль, что не люблю гороховый суп, и еще если кто-то путает надеть и одеть. Однажды мы с Машей зашли в церковь. Вдруг Маша преклонила колено и взмахнула рукой в сторону иконы. Я же нет бы поддержать. Стал язвить, что так кланяются только Д'Артаньяны и только в советских фильмах. Иногда мне кажется, я лично набросал в океан кульков, уничтожил дюгоний, а теперь пытаюсь запретить котов. По крайней мере, очень на меня похоже. Вчера звонила Маша. Долго говорили. Я охвалил ее, во всем поддерживал. Особенно понравилась идея завести ослика. Отличный план, я считаю. Только б не плакала. Простите меня, дети. Мой папа дрался, пил и сидел в тюрьме. Он обеспечил маме широкую психологическую практику. Сейчас, терапевтируя брошенных женщин, мама не вполне понимает, в чем проблема. Вот звонит пациент Оля. Говорит, умираю, муж ушел. Мама отвечает. Поздравляю, Оля. Поездки, театры, вязание кукол, черная магия. Весь мир теперь перед вами. Но Оля хочет мужа обратно, и все. Много лет она о нем заботилась, ограничивала в еде и в сексе, мешала играть в компьютер и водила на концерты. Он сделал вид, будто движется от обезьяны к человеку, и вдруг свинтил к какой-то дури, променяв духовный полет на низменное удовольствие. Мама сказала, Оля, не спрашивайте, какую часть в жизни мужчины занимает секс. Спрашивайте, какую часть в сексе мужчины занимает жизнь. Оля просила побольше консультаций. Часть из них проходили на природе. Оля потащила маму гулять туда, где раньше выгуливала мужа. Также она запретила жирную пищу и прописала маме фортепианные концерты. Мама на все пошла из сочувствия к женской упертости. Мама говорила, Один брак, как дача в Нижнем Хрюкино. А много браков, как путешествие по миру. Новый муж не возникнет, покуда старый не съехал. Оля не хотела других мужей. Израсходовав аргументы, она объявила, На мне венец безбрачия. На мне тоже обрадовалась мама. Это наш дар. Мы сестры в венцах. Можем днем ходить в пижамах, питаться сыром, рыбой и оливками. У меня в доме порядок, наведенный еще в 1993. Если бы кто позвал замуж, то я бы в обморок упала от ужаса. Так сказала мама и стукнула воображаемой туфлей по воображаемой трибуне. Оля поверила. Но тут подошел какой-то пенсионер, спросил. Надя? Ну, Надя. А я Костя. Этот Костя был соседом 40 лет назад и тогда уже влюбился. Надя состояла в браке с моим папой, уголовником. И Костя этот смотрел издалека, не решался подойти. Зато теперь рад встрече и хочет жениться. Проведение, добрый рок, все такое. Надя оттащила жениха в сторону, говорит. Костя, у нас сеансы терапии по 12 километров. Мне после них замуж вообще не хочется. Я клиентку уговариваю в том, что брак вчерашний день. Ты очень не кстати, Костя. Костя ответил. Ничего, я дождусь тебя на другом конце аллеи. Главное, мы встретились. И ушел счастливый идиот. Всю терапию сломал. Оля заметила, что ее психолог никакая она не сестра по венцу безбрачия. Кругом вранье и подставы. Мама говорит, вчера Оля пыталась огреть трубой новую бабу бывшего мужа. Когда не вышла, поклялась сбить машиной. Южная кровь провоцирует женщин на удивительно красивые поступки. Я говорю, мама, плевать на Олю. Я поведу тебя к венцу. Давай же планировать свадьбу. Да, я Костю этого почти не помню, говорит мама. Если и выходить, так за Сергея Палыча. Или за Антона, военного летчика. В этом году маме исполнится 79. Она, практикующий психолог, бегает за троллейбусами. Я многого о ней не знаю, кажется. У Маши есть одновременно друг и жених. И это два разных человека. Маша, 19, она ужасно честная. Рассказала жениху про друга, который просто товарищ. Когда этот просто товарищ вдруг признался в любви, Маша ответила. Вообще-то я не одна. Давай расстанемся, хоть это было бы грустно. Но друг согласился лишь дружить. Никому не грозить, не умолять и не обещать повеситься. Друг приходит в книжный магазин, где Маша работает продавцом. И часами делает вид, будто читает. Русского языка он не знает, потому что молодой латыш. Он дарит Маше сластье. Здоровенные такие мешки. Пожирая шоколад, я радуюсь тому, как хорошо умеют дружить современные дети. Иногда друг не выдерживает. И снова признается в любви. Как женщина, Маша склонна прощать слабости такого рода. Друг устроился на вторую работу, чтобы тратить на Машу вторую зарплату. Он присылает 10 смс в день в среднем. В трех признается в любви. В остальных предлагает поездки, концерты и рестораны. Я был против друга. Но все эти сласти, цветы, вторая зарплата, программа развлечений. Что я мог поделать? Я лишь слабый отец, мое сердце не из железа. Еще друг ездит в Литву закупаться дешевыми продуктами. И он лучший студент на курсе. Теперь вернемся к жениху. Хороший домашний мальчик. Интроверт. Идеальный выбор для домашнего садоводства. Он не шлет смс, потому что весной 2019 года говорил уже, что любит. Если что-то изменится, обещал рассказать. А в Машиной крови присутствуют следующие виды предков. Турки, болгары, украинцы, мордва и ашкеназы. Общительность и дружелюбие у Маши от золотистого ретривера. Хотя я не представляю, на каком этапе случилось это вкрапление. Когда Маша смеется, в доме потеют стекла. Из всех кактусов Маша могла бы выращивать только те, что реагирует на любовь немедленно. Устно жених готов отвезти Машу, куда она попросит. Хоть в спортзал. Только пусть скажет заранее. Турки, болгары, мордва, украинцы в этот момент говорят спасибо. Им никуда не хочется. Не надо нам таких жертв, добавляют ехидные ашкеназы. Ретривер вздыхает и кладет морду на лапы. Я сам живу с татаркой. Моя жена телепортируется в то место, куда я иду, чтобы комментировать меня, мои намерения, образ жизни и указать, чем мне лучше заняться. Я радуюсь каждой нашей встрече, ибо любовь многолика. Я думал, что понимаю замкнутость жениха. Но однажды после пяти дней совместного проживания он сказал, что Маши ему много. Она постоянно что-то хочет и встречается везде. Не говоря уже о раздражающих мелочах, говорить о которых нельзя ввиду ее вспыльчивости. Просто так сказал, в режиме саморефлексии. Маша не обиделась. Спокойно вернулась домой и немножко проплакала до утра. Сказала, ему надо от меня отдохнуть. И три дня не надоедала. Просто ходила по квартире с телефоном. Вдруг позвонит. Гуляла одна. Случайно добредала до его дома. Непредумышленно заглядывала в окна. Он там сидит в наушниках. Играет в доту. Не пишет, не звонит. Снова плакала. В этом месте мой внутренний отец вскипает. Мне хочется взбежать по бетонной стене, выбить раму, найти на кактусе глаза и посмотреть в них со значением. Жених молчал 96 часов. Потом прислал смс. Завтра в спортзал или работа. За то же время друг прислал целую британскую энциклопедию. Половина писем про любовь, в остальных шутки, уговоры поехать в Литву, в аквапарк и на день рождения к веселым людям. И угадайте, кто на 8 марта подарил букет роз, а кто прислал смешную открытку про розу Люксембург. Я не должен вмешиваться. И это не у меня одновременно жених и друг. Поэтому я не стал читать лекцию по теории брака. Я вытолкал Машу из дома. Я кричал ей вслед. В Литву, в аквапарк, на день рождения и не смей возвращаться несчастный. Мне жалко всех троих. Готовлю окрошку со слезами. Переживаю. Отчего в одном мужчине нельзя совместить ум, щедрость, красоту и удобную квартиру в приличном районе. Когда-то ты была маленькой. И не было горя горше, чем лопнувший шарик. Я куплю тебе миллион шариков. Только будь счастливой. Пожалуйста. По скриптам. Обеих касается, кстати. В нашей школе был кабинет по ремонту зубов. В нем пытали детей без учета успеваемости. Дети проклинали день, когда у них выросли зубы. Все просили обычных розок или обезглавливания. Но администрация никого не щадила. А потом семиклассник Алексей прокусил бормашину. Не побоялся легированной стали, рискнул эмалью. Он всегда был гордым. Другие дети плакали беззвучно. Только не Алексей. Ах, как он орал. Учащиеся роняли мел и забывали свои имена. Луна меняла орбиту от этого крика. Китайские палачи, подарившие миру пытку укус морской щуки, так и не добились от клиентов ничего похожего. Алексей не ждал, когда начнется боль. Он орал сразу после «Ну с приступим!». Но однажды крик его оборвался без обычного грассирующего затухания. Из кабинета вышел мальчик. Здоровый и веселый. Лишь чуть порозовевший от борьбы. Дядя-доктор попрощался с Алексеем такими словами, что росшее тут же лимонное дерево усохло. С точки зрения школы Алексей был герой, молодец и крокодил. Починить бормашину не смог даже военрук, известный сталинский палач. Остаток детства мы росли счастливыми. И напротив слова «Дупло» писали в тетрадях ассоциативно не «Инквизиция», а «Совы» или «Белочка». Прошли годы. Теперь в зубных кабинетах не стыдно летать на Сатурн. Такой в них космос. А видели бы вы зубного врача моей старшей дочери. Анечка. 162, 28. Волосы каштановые. Гости из будущего. Вид на дерзкое ее колено снимает боль, выключает память и совесть. Я записался к ней из любви к фантастическим фильмам. Мне нравится, когда 700 грамм лишнего веса придают женщине смысл и харизму. Анечка нашла во мне 4 больных зуба. За 4 сеанса мне предстояло показать ей все свое. Остроумие, щедрость, готовность обсуждать сериалы и жениться. Аня не дала мне много анестезии, потому что лекарство это вред. Благодаря ее жадности я показал также свое мужество. Началось сверление зуба. Скоро семиклассник Алексей стал мне родным и понятным человеком. Аня спрашивала, отчего я так верчусь и откуда такие крупные слезы? Ей нравились мои попытки отвечать сквозь 10 ее пальцев у меня во рту. На втором зубе я показал, как люди отламывают ручки кресла. Вы напряжены, вам больно? Спрашивала Анна, держа меня за язык теперь уже и ногой. В тот день я мысленно добежал до Сатурна на руках. В третий день я отвечал на все вопросы только мамочки. Я морально перерос в секс, деньги и пирожное корзиночку с фруктовым желе. Догорели галактики, вечность закончилась и только сверление длилось и длилось. В тот день я с Анной развелся, она даже не знает. Четвертый зуб понес в соседний кабинет, к доктору Швайцеру. У него вовсе нет никакой внешности, один сплошной опыт. С ним не стыдно быть собой. Я приготовился орать и перекусывать стальные инструменты. Но доктор Швайцер опытный дрессировщик. В два укола он разделил мою душу и тело. Вынул череп, починил и вставил обратно. Дух мой никак с зубами не связанный смотрел на это дело со шкафа. Моя стоматологическая ориентация теперь лысые старички. Анечке же мы желаем встретить киборга-мазохиста и экономить на нем лекарства, сколько влезет. Я даже ревновать не буду. Иллюстрацию вставлять не могу, меня от них трясет. До свидания. Женщины считают свои фантазии невероятными. Один журнал писал, если бы мы, мужчины, узнали содержание, то посидели бы и грохнулись в обморок. Ниже шел список сюжетов. Первое. В электричке. Второе. Внезапно. Третье. Свинк. Четвертое. Пилот и стюардесса. Пятое. Плетка и ругань. Шестое. Обмазаться шоколадом. Седьмое. Все сразу. Восьмое. То же, что в пункте 7, но на розовых лепестках. Дальше текст обрывался, потому что наборщик мужчина уснул. Это была самая скучная статья об извращении. Все, что женщины считают увлекательным пороком, секс с незнакомцем, например, для мужчины просто секс. В дамских фантазиях фигурирует цвета и торшер. Женщина точно знает, какую одежду с нее сорвали. Мужчина вспомнит только, что были трусы. Должны были быть. Зато строка из песни «Целовать песок, по которому ты ходила» для мужчин не поэтическая метафора, а «быль из детства». Мужчина может искренне поцеловать статую в парке. Я сам в 12 лет был влюблен в скульптурную группу «Весна» напротив оперного театра. Бессердечная холодная каменюка, как выяснилось при знакомстве. Женщина не может разглядеть групповуху в пятнах роршаха. Мужчина не может увидеть что-то другое. Пляжный волейбол для женщины – просто спорт. Она не заснет с трусами любимого человека под подушкой. В ее голове полно чепухи и мало действия. Вот история про это. Знакомый директор уговорил жену на секс втроем. Жена не хотела, но директор умел мотивировать. На одну чашу весов он положил приз – автомобиль, а на другую – вечный упрек. Он выполнил тысячу условий. Нашел честную скромную студентку. Не проститутку, согласную на секс втроем за деньги, а порядочную девушку, нуждающуюся в деньгах. Купил номер с видом на сосны. Заказал еду из ресторана. Он полностью оплатил вопросы морали. И вот они собрались. Женщины сели по разным углам и молчат, моргают. Богач намекнул, что пора бы и стать распущенной и не играть словами. Девочки ответили, что Цветаева имела в виду другое. Было слышно, как за холодильником зевают тараканы. «Почему бы нам не раздеться?» – спросил директор прямо. Дамы разделись, как в бане. Сложили тряпочки и снова уселись в кресло. Директору пришлось подать пример. Начал с жены, в знак уважения. Представил вдруг, как выглядит его зад при взгляде из кресла студентки. Возможно, стоило нанять слепую девушку. Отложил жену. Перешел к нанятой работнице. Теперь назад смотрела жена. Ракета страсти упала, даже не подпрыгнув. Директор спросил, не хотят ли девушки заняться друг другом. Те ответили, спасибо, что-то не хочется. Сильно не хватало порнографической лексики. Директор попросил их хотя бы погладить друг друга. И не как котика или собачку, а вот так. И что-то показал глазами. Девушки даже не ответили. Одна в окно смотрит, вторая маникюр ковыряет. Что ж все так нелепо-то? Удивился директор. Плюнул и стал одеваться. Жена спросила, все ли ему понравилось. Ей было приятно знать, что он доволен. Ведь все его мечты исполнены. Сам по себе этот вопрос глубоко удовлетворил директора. Теперь он любит рыбалку. Ради нее не надо бриться хотя бы. И если в рыбной ловле не скрыто чудо любви, то я не знаю, чего еще вам надо. Я сказал, человек покорил Луну, Мамонтов и Наталью Водянову не для того, чтобы присмыкаться перед газоном. Лара сказала, сегодня я придам газон, а завтра приведу в дом чужую голую бабу. А я ответил, преследовать людей за ненависть к лопате – расизм. Мы быстро вспомнили все нанесенные друг другу раны. Мы выскакивали из машины курить, трижды произносили слово «развод». Мы стали такими вежливыми друг с другом, что замерзли лужи. И при этом всем мы ехали в Нарву. Там нас разместили в лучшей гостинице, угостили лучшим рестораном, а мы все равно молчали и смотрели в пол. Причем у меня была недовольная рожа, а у Лары прекрасные недовольные глаза. Наш мир, газон, плывущий на черепахе, шел ко дну. Увлеченные обидой мы не заметили, как согласились на экскурсию. Александр – лучший экскурсовод мира. Он пришел на работу в шлеме и в латах. За поясом меч, топор и кинжал. Завуч местной школы. Первым делом он взобрался на памятник и оттуда спрыгнул на меня. Вот так же чувствовали себя крестьяне, когда викинги прыгали на них с бортов своих боевых дракаров, объяснил Александр, когда ко мне вернулось сознание. У него полные карманы артефактов. Ларе он дал потрогать монеты и украшения, а мне наконечники стрел и боевые топоры. Потом Саша разыграл сценку сожжения ведьмы на Ратушной площади. Зачитал приговор и изобразил по очереди судью, толпу и ведьму. Он кричал и мучился в огне так убедительно, что без люди центральной площади в этот солнечный день не казалось нам странным. Сашу слышно за три квартала. Каждое воскресенье после его крика «Сжечь ведьму!» жители Нарвы говорят Джонам одинаковую шутку. «Смотри-ка, весь город тебя знает». Экскурсия набирала обороты. Мы сдали экзамены на средневекового сапожника, узнали стоимость коня, глушили рыбу каким-то бревном и строили крепость. Шли годы, началась война со шведами. Мы штурмовали редут от имени Преображенского полка. Саша велел свинцовые пули держать за щекой. Также за щеку следовало прятать деньги. Очевидный вывод, что Нарву населяли хомяки, Саша отверг. Через три часа экскурсии началась Вторая мировая. Пулемет MG-42. Мины, штыки и гранаты не поместились в Сашинах карманах. Пришлось бежать к багажнику его авто. Отбивая атаки превосходящего противника, мы отступали к реке. Потом наступали. Целились в памятник. Пусть не сразу, но победили немцев. В опустевшем ноябрьском парке нас догнала милая женщина с усталыми глазами. Она сказала Саше, «Ну-ка домой обедать, попрощайся с ребятами». «Экскурсия окончена», – объявил Саша. «Мы с Ларой бросились обниматься. Столько пережили за одиннадцать веков, какие газоны. Спасибо, что живые». На прощание Саша крикнул. «В историческом смысле Нарва не хуже Лондона». И помахал нам топором. Мы согласились. Глупо спорить с человеком, носящим в карманах краеведческий музей. Ну и вот. Вчера устроитель моей английской гастроли попросил что-нибудь написать для лондонцев про их замечательный город. Я сразу сел и написал вот это. Мать хотела, чтоб Полина иссохла и состарилась над учебниками. Но у Полины к восемнадцати годам выросло все для поцелуя. Срочно хотелось применить. Мать возражала. Она сама прикрыла однажды глаза в поцелуе, а когда открыла, двадцать лет куда-то делись. Полину сослали в Англию. Во фразе «языковой барьер» мать видела слово «барьер» в основном. А надо было «языковой». И эта ошибка аналитического отдела стоила победы. Беседуя в одном баре о девичьей чести, Полина не смогла подобрать слов, вскочила на стол и танцем высказала недосказанное. И сразу получила ряд серьезных предложений. Полина выбрала молодого инженера Эндрю, он работал на военном заводе. Его уволили раньше, чем он закончил фразу «моя русская невеста». Он допускал, у Полины может быть мать, и она может приехать. Возможно, даже останется на ночь. Никуда не денешься, за красивыми ногами всегда следует какая-то неприятность. Во-вторых, канал «Дискавери» уверял, русским душно в Лондоне. Через день мать сбежит назад к родным березкам и ручьям. Вот такой вот доверчивый человек Эндрю. Он ожидал увидеть усталую женщину с добрыми глазами. Реальная мать оказалась крупней, и глаза скорее безумные. Ее не интересовала история страны. Она не хотела возвращаться в тайгу. Она превращала в тайгу все, во что приехала. Начала с мелочей. Приготовила ряд блюд из несовместимых продуктов и заставила съесть. Высадила помидоры во дворе. Переставила мебель нелепейшим образом. Отодрала модные серые обои, прилепила оранжевые дули на зеленом фоне. Сказала, интерьер должен внушать оптимизм. Эндрю хотел спросить иронически, чем отличается мамина оптимизм от паранойи, но не решился. Еще мать пыталась сажать березы силами изъятия. Канал «Дискавери» не говорил, насколько душно бывает Лондону вокруг одной единственной мамы. Эндрю спросил у Полины, «Как твоя матушка выдерживает тоску по отчизне? И стоит ли так себя мучить?» «Дорогой, не сердись на нее», ответила Полина и закинула ногу на ногу. И дорогой перестал сердиться. За эти колени не жаль было ни родины, ни принципов. Стояла жара. Премьер-министр попросил экономить воду. Англичане перестали поливать как траву. Мать клялась, что тоже не поливает. Но мокрый шланг и счетчик воды уверяли – врет. Отрицание фактов в ее культуре считалось не враньем, а гражданской позицией. Полине все чаще приходилось закидывать левую ногу на правую и наоборот. Эндрю с трудом выносил изумрудный позор перед своим домом. «Завтра патрульный вертолет будет расстреливать всех, кто поливает газоны», сказал зять за ужином. Так решило правительство. «Как это мудро», ответила мать. Ей не жаль была автоматической поливалки. Что угодно за радость укращать зятя. Английский муж считается у нас скорее пакетом акций, чем мужчиной. И, как ни глупо мыть посуду государственной облигации, мать не могла сдержаться. Ибо зачем еще оно, если его нельзя перевоспитывать? Наслаждение могло бы длиться вечно. Но вдруг закончилась виза. Мать приготовила праздничный ужин. Вдруг наколдовала хреновуху. Хрен английский, сказала, водка тоже. Несмотря на общую атмосферу горя, Эндрю много шутил. После первой рюмки вспомнил, как ему не нравились обои в начале. После второй спел песню, ложкой снег мешая, ночь идет большая. После третьей угрожал застрелиться, если мать не останется в стране нелегально. Утром он вез маму в аэропорт, не тормозя на светофорах. Он готов был сесть в тюрьму, лишь бы счастье улетело. Потом, конечно, писал трогательные письма, называл маму мамой, холодца просил прислать лицемер. Практика показала, 2501 километр прекрасное расстояние для родственной любви. Путешествовать надо туда, где вас еще никто не знает. Примерно поэтому я и собирался в Англию. Приходите 7 февраля обниматься. Лена испекла пирожки. Четыре разных начинки. Рыба, капуста, грибы, баранина. Огромная миска. Народ воодушевился. Молодец, Лена, рукодельница. Какие с капустой? Лена сказала, вот эти, а эти с рыбой, а эти с бараниной и с грибами. Для нас все пирожки на одно лицо. Это для Лены, они как дети, со своим характером, начинкой и выражением глаз. Лена нечетко показала, где кто. Случилась неловкая пауза. Грибы были бы кстати. Многие хотели бы посмотреть в Новый год комедийную какую-нибудь галлюцинацию или боевик. У Лены спросили прямо, в каких пирожках, какой сюжет. Лена снова ответила неопределенно. У нее старое программное обеспечение. Вот тут говорит грибы, тут капуста, рыба, баранина. Раз начав, она должна была все перечислить. Аудитория же к четвертой начинке не помнит предыдущие три, праздник же. Диалог повторялся бесконечно. А ты, Лена, еще та наперсточница, сказал один шутник. Лена обиделась. Она старалась, начинки крошила, а в ответ насмешки. Шутник раскаялся и укусил пирожок наобум. И сломал зуб. Ему сказали, какой ты счастливый, Витька. Не глядя, нашел монету, запеченную на счастье. Одно слово, бизнесмен. Кроме шутников и бизнесменов за каждым столом найдется женщина-ангел, которая всех мирит. Она успокоила Лену и наврала шутнику, что зуб цел. Она сказала, а давайте гадать по начинке. Пусть грибы сулят нам волшебные путешествия. Капуста будет к деньгам, баранина к нежданному развитию ума, рыба к любви. Никто не стал спорить с транскрипцией рыбы. Женщина-ангел должна говорить слово любовь хотя бы раз в час, иначе помрет. За каждым столом есть также женщина-хвостунья. Наша захотела рассказать о Барселоне. Случай с пирожными навеял. Хвостунья гуляла как-то в каком-то испанском парке. Вдруг что-то мокрое и вонючее пролилось на нее. Подбежали две женщины, сказали, это птицы нагадили. Нашлись вода и тряпочки. Женщины быстро отмыли хвостунью от денег и документов. Мокрая и нищая пришла она в полицию. Вас ограбил футболист? Спросил полицейский. Нет. Заблудившийся турист с картой? Нет. Милая цветочница? Нет. Женщины и птицы? Да. То-то же обрадовался полицейский. Он гордился знаниями и опытом. Он не побежал с пистолетом в парк, но обещал послать специального лектора, который подарит воровкам брошюру о радостях честной жизни. Мы все ужаснулись садамии, царящей славы Деда Морозу не у нас. В их Барселоне футболист бегает вокруг вас с мячиком, турист не знает куда идти, цветочница сует в лицо фиалки и ток один очень чистые карманы. В роли птиц, кстати, выступают цыганские дети с брызгалкой. Тут женщина-ангел призналась, к ней тоже подходили цветочницы, это было в Севилье. Обворовали? Еще чего? Я крикнула им «А ну-ка нахер отсюда!» Они отстали. Так сказала женщина и добавила рефлекторно «Любовь». Все согласились, что Испания и пирожки лучший способ открыть для себя новых людей, бизнесменов, ангелов, футболистов, цветочниц. Новый год вообще развивает всесторонний, ум тоже. Причем ум вскоре рассасывается, а баранина, рыба, грибы и капуста остаются с нами навсегда. Обожаю этот праздник. Вите 8 лет. Его пригласили играть в театре. Роль несложная. Сын Медеи. Во втором отделении Медея выносит убитого ею ребенка. Это и будет Витя. Ему надо красиво обвиснуть и все. Напомню сюжет. Ясон влюбляется в главку. Медея в ответ убила детей. Другого способа выразить грусть не придумала. Мне кажется написать такое мог только законченный мужчина и немножко идиот. И это все что нам стоит знать о древнем греке Эврипиде. Критически важен вес артиста. Медея не должна хрипеть, кряхтеть и спотыкаться. Ей положено легко вынести и показать. Витя идеально подошел. Он талантливый, а главное худой. Больше всех обрадовалась Витина мама. Она позвонила всем, даже свекрови. Бабушка ответила, что Витин талант только нос на бок. Неважно. Все равно счастье в дом. Вместе ходили смотреть спектакль с предыдущим мальчиком. Он играл ужасно. Обвисает будто без внутреннего монолога. И на поклон не вышел. Режиссер сказал, в их театре бешеный расход детей. Дети постоянно вырастают. Ясон для сравнения играет 40 лет без всяких признаков распада. Про Медею вовсе говорят, что она настоящая, с тех еще времен сохранилась. Она режиссера поправляет словами «Все не так, как было». Спектакль потряс Витю. Он сказал, что ему не хватит таланта. Мать успокоила, обвисать можно и со средними данными. Витя стал много есть. Пришлось ограничить, чтобы не вылетел из искусства раньше времени. Он вскипятил градусник, симулируя простуду, жаловался на давление, мечтал о каком-то пожаре. А в театре вдруг уперся, не буду играть и все. Мать объяснила, такой шанс раз в жизни выпадает, это же честь. Все будут гордиться Витей, лучший театр в Водропужске. Витя сказал, плевать на гордость, он просто не хочет умирать пока что. Некоторое время мать хлопала ресницами, а Витя разошелся. Сказал, не настолько это великая пьеса, чтобы убивать по ребенку за спектакль. И маменька могла бы поменьше любить театр, а побольше его, Витю. Тут все стали смеяться. Мама обняла Витю и назвала дурачком. Сказала, мы же не семья шахидов, мы гордимся живыми. В театре вообще никто не умирает за правду. Все только врут и притворяются. Витя тоже будет притворяться, иначе мама первая бы не пустила Витю в артисты. Тут пришел режиссер и научил так обвисать, чтобы зал рыдал и верил. Ну и вот, прошло 16 лет. Сейчас Витю зовут работать программистом в Гугл, а он отказывается. Устроил театр в старой кочегарке, притащил фонари, стулья, тряпки, набрал где тощих истеричек, все вместе ставят галатею, курят и матерятся без меры. Мать называет Витю шибанутым театралом, но глядит с бесконечным восторгом. Парикмахера Таню звали замуж, чтобы не платить за стрижку в основном. Трижды грабили. Лишь умение поджечь струю лака для волос спасало бизнес. Однажды сквозь Танину парикмахерскую пробежал человек с топором в спине. Следом пробежал его лучший друг со вторым топором в руках. В тот день Таня захотела уехать на юг. Туда, где права человека распространяются также и на парикмахеров. Проще было бы перетащить юг в Подмосковье, но Таня справилась. В новой стране ей предложили две работы. В мужском салоне и в передвижной парикмахерской для собак. Салон не подошел. Там эпилировали зону бикини геем. Если дернуть гея за волосы в паху, оказалось, он орет как простой мужик. Взвесив собак. Ей выдали фургончик с ванной, феном и косточками. Первая собака-клиент жила в роскошном доме. Дверь открыла горничная. Таня сказала, стрижка собак, заказ номер такой-то. Горничная пожала плечами и отвела Таню к огромному людоеду. Таких редко стригут из-за высокого расхода парикмахеров. Других собак в доме не было. Обед обрадовалась собака. Как быстро пронеслась жизнь, удивилась Таня. Клиентка щелкала зубищами. Она не хотела стричься, но всегда хотела съесть парикмахера. Горничная помогать отказалась. С ее слов, зверь был послан на землю воздать людям за грехи. В день, когда лопнет его цепь, погаснет солнце. Горничная не хотела бы торопить события, но согласилась отправить в Россию останки парикмахерши, если таковые случатся. Она сварила кофе и села смотреть, как темные силы едят дураков. Таня называла песика зайчиком и пусиком. Предлагала колбасу и деньги. Показывала на местной кошке плюсы современных стрижек. Собака не слушала. От каждого ее рывка город чуть-чуть сползал к морю. Таня попробовала гладить собаку лопатой и чуть не потеряла руку. Горничная вскакивала и кричала «Браво Тарера!» Таня не хотела славы. Ей нужны были деньги. Вдруг она расплакалась, опустилась на землю и рассказала, что такое декабрь. И какая это грустная хрень мужчины не черноземья. И как дорого бывает обороняться лаком для волос. И как кричат эпилируемые геи. По Танинам слезам собака все поняла про город Электросталь. И подошла и поцеловала Таню в мокрый нос. И постриглась потом с некоторым даже удовольствием. Позвонили из диспетчерской. Спросили, почему шпиц из дома номер 7 до сих пор не стрижен. Так Таня узнала, что перепутала дома 7 и 17. Она сбежала, не подумав даже, что стоило вытереть отпечатки и пристрелить горничную. Хозяин большой собаки удивился, когда увидел. Он выращивал боевого мутанта на случай войны. Но неведомая сила, притворяясь женщиной, пришла и постригла оборонный проект как простого ежика. Что это, если не насмешка над военными доктринами некоторых южных стран? Хозяин приезжал знакомиться с Таней, но замуж не позвал. Хотя мы все были не против. Ссыкло средиземноморское. Теперь декабрь. В Танином саду плодоносит апельсин, лимон что-то белое. Два ее бульдога жрут, храпят и мусорят не хуже обычного мужа. И только очень капризный человек захотел бы чего-то еще. На даче завелась мышь. Лара говорит, что я, как мужчина, должен поймать эту дрянь, пока она не съела нашу дачу. Я просто уточнил, должен ли мышей ловить кот или все-таки я. В отсутствии кота его обязанности переходят ко мне, пояснила Лара. Спать, жрать и гадить я уже научился, пришла пора охотиться. Или я не чую запах дичи, где мои инстинкты. Для меня дичь начинается с медведя. Но Лара не хочет ждать, когда из щелей полезут медведи. Она пригрозила позвать на помощь соседа, Янку. Этот Янка портит мне всю дачу. Он и траву косит, как Зевс, и коров не боится, и дрова ворует лучше меня. Теперь он еще и мышелов. Я купил дудочку, а-ля происшествие в Гамельне. Сыграл, куда уходит детство. Потом полонез Агинского. Мышь не отреагировала. Зато пришла соседка. Предложила добить того, кого мы тут режем. Тогда я собрал ловушку из труб и противовесов. Инструкцию нашел в Ютубе. Ролик называется 40 мышей за 3 минуты. Приманку мы купили в магазине. Лара выбрала для мыши кукурузные палочки за 1 евро. Я сказал жирно будет и взял овсяные хлопья за 30 центов. Продавщица решила я жалею для Лары кукурузы. Она впервые увидела такого жмота. Ютуб рисует мышей тупыми тварями. Это не более чем голливудский штамп. Настоящая мышь знает физику и умеет читать. Она экстраверт выходит к нам смотреть на огонь в камине садится в центре комнаты. Ловушку из труб и палок она посетила. Все съела и вышла с чувством глубокой признательности. Тогда я купил ловушку из клейкого картона. Мышь должна была прилипнуть. Все разложил насыпал хлопьев. Мышь сожрала и картон и клей и хлопья. Такой прекрасный аппетит я изучил все виды капканов. Некоторые бьют по пальцам просто как от скуки. Я ночевал на кухне с арбалетом. Слышал ироничный смех из-под камина. Для нас с мышью эта дача стала слишком тесной. А потом она утонула в унитазе сама. Когда у Лары хорошее настроение она говорит что мышь хотела пить и поскользнулась. Если Лару рассердить то мышь утопилась потому что жить со мной невыносимо. На самом деле сработала дудочка. Не сразу потому что я не дизи гилэспи и не могу топить клиентов с двух нот. Так впервые кто-то сдох от моей музыки как и предсказывала Лара. Я сижу дома немножко работаю много готовлю. Жена возвращается поздно сердитая ест из кастрюли руками не замечая как тонко играют базилик с тимьяном. Уверяет я сговорился с налоговой инспекцией портить ей нервы. Ей еще повезло что я лысый не могу переложить локон слева направо и ждать эмоциональной оценки. Очень хорошо так же что у меня как у хозяюшки нет сисей. Иначе бы я трогал себя за грудь целыми днями забросив прочие дела. Отработав много лет сантехником я стал ярым феминистом. Выступаю за право женщин долбить бетон перфоратором. А знаете как ведет себя канализационный трос когда заклинет? Он хочет убить своего сантехника. Бешено вращается и колотит железной ручкой. Чтобы выжить надо уклоняться и прыгать как Д'Артаньян. В спортзалах такое называется кроссфит и стоит огромных денег. Несмотря на возможность бесплатного спорта феминистки редко выбирают профессию сантехник. Им больше нравится банкир депутат и менеджер купания в Индийском океане. Феминистки уверены эти профессии мужчины распределяют тайно по пятницам в гараже сравнивая длины своих шпаг. Я впрочем хотел поговорить о кастрюлях. Друг Валера сказал жене своей, что она преувеличивает сложность ведения домашнего хозяйства и выжил после этой дерзости. Но вызвался принять гостей включая тещу с ужином и напитками. И честно рассказать потом было ли трудно. Жена Елена пообещала в случае его победы не требовать помощи когда Валере некогда. То есть никогда не требовать. Кто прошел через брак тот понимает эти двое поставили жизни на кон. Мусорное ведро не вошло в договор. Оно по сути своей от бога должно выноситься когда ты намылил голову наколол сосиску или прицелился в фашиста. Встать с дивана и выйти голым в ураган вот наша национальная идея наша скрепа и устой. Квартиру Валера убрал по укороченной программе. Запихнул все в шкаф ногой. Что останется с человеком который отопрет дверцу шкафа под таким давлением Валера не подумал. Он все купил заранее. В день икс проснулся рано и до вечера бил посуду обжигался и заклеивал порезанные пальцы. Женщина готовит легко. Два листика три дольки пять капель слеза и лепесток. Чем меньше салата тем он вкуснее. Валера не такой. Он собрал все листики все дольки сыр помидоры сухари литр масла и половинку свиньи. Такой салат попав в человека проламывает весы до первого этажа. Пароход заправленный таким салатом срезает излученный рек по полю. И не всякая бетономешалка согласится провернуть это вкусное блюдо. Вторую пол свинью Валера запек в картошке с чесноком и перцем. Полтора часа ушло на хирургическое разделение еды и противня сросшихся в единый феномен. Потом концентрат борща. Валера добавлял и добавлял компоненты мясо, лук, помидоры. Всего казалось маловато. В результате вода тупо не поместилась. Автор требовал считать борщ не твердым а просто густым. На десерт был сварен барбадосский ромовый пунш. Горячий алкоголь кого угодно превращает в человека. Тут просится шутка про тещу, но слишком жирно просится. Жена Елена говорила гостям. Валерочка сам готовил, такой молодец и добавляла шепотом. Активированный уголь и модиум противосудорожная, аптечка все на готове, просто моргните. Умные гости хвалили угощение. Тупые ели молча. Валера следил за количеством съеденного. Людей без аппетита записывал в подлецы скоты и мрази. И вот настало время пунша. Валера внес чашу. Гости сказали О-о-о! Это значило. Цвет напитка прекрасен. И запах, и эти фрукты. Скорей наливай, прекрасный хозяин. Валера сделал шаг, споткнулся и, ах, все шесть литров выплеснул на так называемую маму, практически бывшей с этого момента жены. Отличный пунш, заметила теща, рефлекторно облизывая прическу. И температура удачная, и аромат. Гости вскочили, стали успокаивать Валеру и маму, стараясь к ней не прилипнуть. Валера повернулся к жене, сказал, ты, ты подставила подножку. Елена вскочила, ты параноик, неудачник, совсем спятил. И убежала плакать в спальню. Теща говорит, это подло Валера, любой может споткнуться, но зачем говорить такое? И показала глазами на спальню. Вместе отмывали тещу, пили за дружбу и победу. Супругов заставили целоваться. Вечер закончился хорошо, про уговор не вспомнили. А недавно Валера рассказал, Лена призналась. Была таки подсечка. Лена сама не знает зачем. Разум в женском организме редко с чем-нибудь управляет. В отличие от любви, которая на все способна. Хорошо еще не застрелила. Лена сказала, ты сам виноват. Если бы ты выиграл спор, я бы ужасно обиделась. Думать же над головой, прежде чем так хорошо все делать. Как ты могла, кричал Валера, не слишком уж сердясь. А теперь внимание, женский ответ. Ты облил тещу горячим и липким варевом. На глазах у всей родни. Разве не об этом ты мечтал последние 15 лет? Чем же ты теперь недоволен? Валера вынужденно признал, что праздник удался. Все это яркий случай полового деморфизма. Справиться с домашним хозяйством мужчина может. А остаться после этого невиновным нет. Тут мне следовало бы взять перфоратор и многозначительно пойти долбить бетон. Но не могу, плов готовлю. Вечером придет жена, разберет мои ошибки. Я похвалю ее за ум и знания. Потом мы откроем вино. В общем, все хорошо у нас. Один мужчина заметил, что жена использует секс как снотворное. И страшно оскорбился. Он думал, их связь держится на неземных наслаждениях, разработанных им лично. Он считал себя орудием любви, от которого нет спасения. Сначала он тыкался носом в различные ее суставы. Называл жену лисенком и рыжиком. Потом развивал сюжет. Поглаживал там и сям. И вдруг колючий поцелуй в южный полюс. Жена иногда хохотала, иногда взвизгивала. Не знала, как реагировать на счастье. Потом кульминация. Четыре минуты ярости, рык. Фестиваль силы и выносливости. Кто не понимает, четыре минуты это два раза по две или восемь раз по полминуты. И вдруг все оказалось ложью. Пятнадцать лет эгоизма и двуличия. И эти ее слова «ты мой сладкий» Сколько лет она не договаривала главное. А теперь иди побегай с ребятами, мама хочет отдохнуть. Мир взорвался после слов «согрей меня, а то не спится». Чисто механически, на прощание, он поцеловал жену куда надо. Кульминация растянулась на рекордные 4.30. Не мог сосредоточиться. В финале она назвала его сладким, отвернулась и заснула. Холодная фригидная змея. Обиднее всего в кровати, когда ты горишь чистым пламенем любви, а тебе навстречу распахивают ноги и задолжение. Мужчина объявил целебат. Навсегда. Чтобы она поплясала, как та стрекоза на морозе. Он верил, что сможет. В конце концов, самое несгибаемое в любом мужчине именно воля. Ломка началась с отрицания. Он убеждал себя в расстройстве слуха, думал, что ослышался. Потом гнев. Хотел нагрубить, может даже разбить тарелку. Потом чувство вины. Он ведь мало старался. Следовало дарить бусики и куда-то втягивать живот. Бриться чаще и картину эту хренову прибить. Потом молчал опустошенно, смотрел в окно. Жить не хотелось. Потом принял себя нового, непорочного. Выбросил фото Моники Белуччи. Наверняка такая же дрянь. Короче, тяжелые выдались 6 часов. Она пришла с работы и не заметила даже, что уже в разводе. Спросила, че кислый. Ничего не кислый, разумеется. Все очень хорошо. Даже картошку почистил. Потом 23.30. Критический момент. Она говорит. Ну иди. Я тебя жду. А он такой ехидный. Что, бессонница? Нет вообще-то. Выложила из-под одеяла красивую ногу и сразу захрапела. Мелодично так по-женски. Его снова потрясли отрицание гнев, вина, торг, принятие. Только теперь он уложился в минуту. И решил, какого хрена. Полез, потерся носом о суставы и назвал ее Рыжиком. С тех пор по вечерам готовят потрясающий кофе во имя Великой Бессонницы. Потому что в любви важен не повод, а результат. Теперь давайте перенесемся в юность и сменим пол персонажей. Приходит Маша. Рассказывает. Я ему отправил 14 смс. Он ответил только на 7. Значит не было никакой любви, а только эгоизм и двуличие. Дважды пересчитала все точно. 14 и 7. Потом сердилась, вспоминала грубые слова. Потом корила себя за неумеренность. Потом ревела. Но теперь понимаю, ничего не изменишь. Надо принять неизбежное и разойтись. А он знает, что разводится. Нет, сидит в танке и играет. У меня самого простуда, кашель, голова протекает. Я в аэропорту пил морс со льдом. Теперь пневмония. И я готов поддержать любое решение, только отстаньте. Из последних сил объясняю. Маша, не спеши. У парней тоже бывает фантазия. Проживи с ним. 15 лет это будет лучшая месть. За все выдуманные тобой обиды он сам накажет себя. Со временем. Маша все взвесила и сказала «Хорошо». Приготовила миди из брокколи в сливочном соусе, сложила в баночку и пошла мириться. Нас позвали замуж. Это финал. Я прошел игру. Пошаговая стратегия «Отец» начиналась с простых заданий. Нащупать и соединить в темноте две фигуры. Помню, было много радости. Теперь же на высших уровнях нуар и трэш. Я плету интриги, слежу за кустами в бинокль, не сплю вообще никогда. Пару дней назад так называемые дети пошли гулять в лес и случайно вышли к моргу. И тот, кого я называю про себя потерпевший, сказал «Маша, вот если бы я позвал тебя замуж возле морга, ты бы что ответила?» Маша отвернулась, пряча побежавшую через лоб строку «Mission completed». Она сказала «Это оскорбление ты смоешь своей заботой и подарками лет через пятьдесят только». Мало кто знает, на что готова Маша за простое яблочное пирожное и капучино. Мне запрещено называть кавалера жертвой, поэтому ниже будет много местоимений. Он спалился. Как минимум единожды. Он подумал слово «свадьба». И теперь пробует это слово на язык. Морг встретился случайно. В соседнем лесу в лабиринте осенних аллей есть также больница, хоспис и кладбище. Куда ни приди, предложение руки и сердца прозвучит двусмысленно. Зато сколько места для английских шуток, просиневатых свадебных гостей, мало едящих и всем довольных. А песня Баскова «Все цветы для тебя исполнены на кладбище» в наше время не умели любить так остроумно. Он живет в соседнем доме. Маша натолкла в овсянку меду с яблоками. Понесла ему завтрак. Был сильный ветер. Овсянка окаменела, как дивонский аммонит. Я кастрюльку потом отмывал стамеской. Потерпевший все сгрыз. Это ли не лучшая похвала хозяйке? Любить, не жалея зубов. Из новых элементов периодической таблицы Маша готовила также сырники, манку, кабачок и блинчики с мясом. В ответ он сделал ей предложение у дверей морга. Может и не хотел этим ничего выразить, но все-таки выразил. В нашей семье никто не повар. За исключением меня в день сотворения щей. Все хвалят мои щи не потому, что я занимаюсь греко-римской борьбой и склонен к ярости. Там много вкусного. 11 ингредиентов. 70% мяса. Каждая вторая кастрюля успешна. У ракеты «Протон» удачных пусков больше, но она сама проще. В ней всего три части. Железо, топливо и космонавты. Иногда Маша говорит своему мальчику. Это что? Вот мой отец варит супер щи. Однажды он уедет на дачу, а щи останутся. И тогда я тебя угощу. В этот день ты все поймешь про мое детство. Узнаешь родню и предков. История восточных славян отпечатается в твоем мозгу с первой же тарелкой. Вот какое это блюдо. В конце фразы Маша жалобно всхлипывает на всякий случай. Вчера она сказала. Он придет. Не забирайте суп с собой на дачу. Не знаю, откуда в Маше такое бесстрашие. Ни разбойников, ни свадебных авантюристов у нас в роду не было. Сейчас три часа ночи. Я, как последняя проститутка, готовлю идеальные щи. Старые вылил, в них было три изъяна. Все ради мальчика, который позвал нас замуж в сослагательном наклонении перед воротами морга. У меня 82-й уровень. Что ты делаешь со мной, игра? Прекрати. На картинке простая сицилийская студентка несет завтрак своему жениху Ихтиандру. Маша поступила в институт. Ее группа едет в лес знакомиться. Маша требует с меня коврик, спальный мешок и алкоголь. Я сказал. Коврик и алкоголь нужны тем, кто хочет сломать свою женскую судьбу. Для начальной дружбы хватит обмена книгами. У нас прекрасная библиотека, писем Чехова, 12 томов. Можешь привезти домой краснеющего очкарика, а лучше молодую преподавательницу. Нет ничего приятней дружбы под присмотром отца. Я лично куплю вам кефир, если хотите безумств. Кто не считает кефира алкоголем, может идти спорить об этом с дорожной полицией. Но в Маше что-то сломалось. Она просится в лес с другими дураками. Говорит, что ей 18. Купила 3 литра сангрии в пачке. Взрослая жизнь или даже замужество ожидала ее в те выходные. Поездку придумали какие-то второкурсники. Везут куда-то. Еврейские матери просят сначала их зарезать, а потом уже идти в такой поход. Я выдал Маше нож в икидуху и шило. Сказал, когда потеряешь в икидуху, вонзи шило в бедро насильнику и немного покрути. И обнял дочь на прощание. Маша сказала, ну папа. И уехала. Обещала писать часто-часто. Первое смс пришло через час. Здесь 50 девочек и 2 мальчика. Запись на изнасилование закрылась мгновенно. Староста говорит, мест нет даже за взятки. Второе смс. Какие-то бородатые мужчины гоняются за девочками. Третье смс. Шучу, мы сами тут за всеми гоняемся. Больше писем не было. Когда-нибудь, будучи глубоко беременной, Маша будет скучать по трехлитровым пачкам сангрии. Вернулась через два дня. Недовольны. Говорит, дурацкие посвящения. Поедание нутеллы из детских горшков, ориентирование в купальниках, Игра в города на раздевание, вообще все на раздевание. Или вот, например, задание. Поэтически воспеть любую часть тела соседа. Следующее задание. Поцеловать воспетая. Мальчику номер 2 выпало целовать палец ноги девочки. Дошутился. Сказала Маша. Я подозреваю, мальчик доволен. Возможно, именно немытый палец ноги станет осью его эротических фантазий. И вообще, ребята хорошие подобрались. Удачный институт, я считаю. Но Маша говорит ужас. Позор, а не сверстники. Как ты был прав, отец. Все шутки прозады. Где конкурс средневековых танцев? Где викторина по поэзии серебряного века? То ли дело на соседнем факультете. Подружка рассказала. Тоже ориентирование, но ночью. Абсолютно голыми. Никакого ханжества. Ноль полумер. Еще там красили акварелью соски. Сплошное творчество и доверие. Подружка в полном восторге. Надо было поступать на математику. Эх. В наше время за дружбой отправляли на картошку. Очень скучно. Первые 11 томов Чехов написал именно на картошке. Я уверен. До сих пор некоторые сокурсницы вспоминаются мне исключительно в четвероногом виде. Встречая их потом прямоходящими, я вынужден был знакомиться заново. То ли дело теперь. Желтые соски света, красные Людмила. Легко и приятно запоминается. Завидую, короче, современной молодежи. Дочь Мария на себе изучает устройство любви. Застал ее в 8 утра в прихожей в красных трусах, рыдающей сквозь макияж. Говорит. Сейчас пойду, верну ему ключи от его квартиры. Обычно ключи дают, чтобы кто-то поливал цветы. Но Маша и дом цветов не поливала. Интересно, на что рассчитывал этот мальчик. Маша сказала, что это не трусы, а шорты для бега. Все равно, многовато голых ног. Если бы мне в таком виде возвращали ключи, я бы оторвал себе руки, лишь бы не прикасаться к связке. Когда мне отдавали ключи, самый большой ключ оставил синяк на моем лице. По форме он был как бы от старинной крепости. На самом деле, от гаража. Завидев этот символ разлуки, друзья говорили мне вместо привет. О, тебе ключи вернули. Я запретил себе паниковать. Просто парень оказался маньяком. Или роботом, или умер. В жизни случаются вещи пострашнее. Например, муж моей тетки болел за Манчестер. С ее слов, любой другой недостаток был бы лучше этого. Я обзвонил знакомых женщин и спросил абстрактно. Если какая-то бытовая размолвка, например, под кроватью вашего мужчины расчлененная проститутка, и он не знает, как эта дрянь сюда попала, что бы вы сделали? Второй вопрос. Незнакомая девушка, 18 лет, 167-57, блондинка, полгода в отношениях. Рыдает в прихожей, в трусах и в макияже. На что лучше ставить? На развод или на свадьбу? Маша сказала, что вернется через 10 минут. Но ни через 11, ни даже через 12 не пришла. Я порывался пойти следом, помочь отдать ключи. Маша сама ни голову свернуть не умеет, ни топор метнуть, как надо. Потом на вопрос прокурора, откуда эти сожженные города, я бы ответил прямо. Все отцы в нашей родне так расстаются с любимым парнем. Лара не пустила меня и отобрала боевые вилки. Она сказала, что за 10 минут ключи вернуть невозможно. Сейчас женщина должна объяснить свою позицию, причем так, чтобы он понял. Ну, астрология, это серьезная наука. И в лифте целоваться надо каждый раз. Маленький лайфхак для парней. Если хотите сохранить отношения, тупо ничего не понимайте. Перебивайте докладчицу, сбивайте с мысли, отвлекайтесь на котят и радугу. Женщины и сами так делают, когда не хотят понять устройство судового дизеля. Домой в тот день Маша не вернулась. Прислала смс. Помирились. Оказалось вот что. Они хотели вместе побегать с утра. Но не договорились, где и во сколько. И еще Маша не взяла с собой телефон. Поискав друг друга в разных местах в разное время, каждый пошел своей дорогой. А теперь следите за пальцем. Сначала он звонил, но Маша не брала, потому что телефон дома. Потом Маша звонила, но он был в душе. Тогда Маша обиделась и перестала брать трубку. А когда через 16, 16 минут обида прошла, он уже сам обиделся и не брал трубку целый час. И конечно, жить с человеком, который не отвечает на звонки любимой женщины, нет никакого смысла. Тут-то Маша и пошла возвращать ключи. Но получила только два новых засоса. Вот так чье-то неумение запоминать важные детали делает седым даже лысого отца. Я все важное теперь записываю прямо в фейсбуке. Например, никогда, никогда не соединять в одном предложении слово «послушай, любимая», «весы» и «эклеры». Одна взрослая дочь ходила печальной. Ее абстрактный отец спросил, почему ты грустная. «Понимаешь, мы вроде бы предохранялись», ответила дочь. Все сделалось вмиг голубым и зеленым. Прошли апатия и зубная боль. Путешествовать расхотелось, пропал интерес к развитию дачи. Запас денег из нормального стал ничтожным. Чтобы стать отцом, достаточно поздравить с 8 марта случайную женщину. Чтобы не стать дедом, нужно носить ожерелье из человеческих ушей и раз в месяц бегать по району с окровавленной саблей. Знакомый мафиоза говорит, женихи его дочери даже цветы дарят в костюме радиационной защиты. Наш абстрактный отец не вступил в мафию, когда звали, и теперь пожинал плоды. Он сказал взрослой дочери, давай без глупостей, что принесешь, все будет наше. Ребенок – это не конец света, несмотря на схожие признаки. Отец вспомнил, как готовить домашний творог с бананом, и что если у ребенка холодные ладошки, значит температура растет. Он наметил себе переклеить обои, кроватку купить по объявлению, записаться в детский сад, договориться о скользящем графике на работе, гулять с коляской собрался в сквере за школой, где насрано, но зелено. Женщины любят емкие фразы. Предложение «мы вроде бы предохранялись» круче романа «Гордость и предубеждение», в котором за 600 страниц ни одной действительно неловкой ситуации, а все только шуточки и танцы. Также женщинам нравятся двойные смыслы. Например, шутка о брундуке. Напомню. Абстрактная женщина сказала мужу «Юра, у нас две полоски». «Две полоски? Ты купила брундука?» Тут мужчины пожимают плечами, потому что не знают, как выглядит тест на беременность. А женщины хохочут. Через три дня взрослая дочь сообщила своему абстрактному отцу «Брундука не будет». Заметьте, эта фраза круче уже двух романов. В ней сначала все случилось, а потом все рассосалось. Отец-то уже сделал мысленно ремонт, установил кроватку, составил меню, где 100% витаминов. Он приготовился не спать до 2024 года. Четвертый раз отучился в школе. Тоже мысленно. Вырастил из сюрприза хоккеиста или балерину. Целая жизнь вдруг развеялась. Снова можно было ехать на дачу, пилить старую яблоню. Только зачем все это без бурундука? Теперь, если спросить, как провел выходные, абстрактный отец изможденно падает лицом в стол и молчит. Он не умеет изъясняться так емко и многозначительно, как это делают женщины. Маша, 18, у нее свидание. Напялила самые облегающие штаны. Что это? Спросил я. У нас два прадеда-священники, один академик и один цыган. Откуда эта тяга к пороку и голым ягодицам? Где ты взяла грудь? Тебя же примут за женщину, которая хочет любви. Я предложил одеться просто и эффектно. Свитер до колена, лыжные штаны. Рассказал правила свиданий для женщин. Первое. Первый поцелуй не раньше помолвки. Второе. Подъезды не входить. Третье. Ницше не обсуждать. Четвертое. Домой не позже семи. И это еще повезло, что я отец-пофигист. Будь я мать-истеричка, правила были бы намного жестче. Когда-то и на мне лежал покров невинности. Но однажды провожал Юлю, и неведомая сила затянула меня в подъезд и отцеловала там до синяков. Мужчины не любят целоваться дольше четырех часов. Начинают возиться, просятся присесть, отвлекаются. Я навсегда запомнил все трещинки в этом подъезде и как по-разному булькали его радиаторы. На второе свидание Юля пригласила к себе. Как воспитанный гость я принес подарок, книгу Камасутра. Подарил, а сам сел в ногах, стал смотреть, как Юля читает. Она прочла все триста страниц. И ничего в ее лице не поменялось. Она сказала, ну все прочла. Некоторое время мы сидели молча. Потом я предложил выйти в подъезд поцеловаться. Тут приперлась ее бабушка, наше время истекло. В третий раз я пришел рассказать о Фридрихе Ницше. Начал с цитаты. Двух вещей хочет настоящий мужчина. Опасности и игры. И потому он ищет женщину, как самую опасную игрушку. И вот вам превосходство немецких техник над индийскими. Минуты не прошло. Юля всосала мой язык в себя. Да с такой силой, что другие мои органы устроили пробку в районе горла. Вот так выполняется настоящий французский поцелуй, сказала Юля, игриво меня оттолкнув. Следующие четыре часа мы высасывали друг из друга языки, и кто дальше, с какой-то даже яростью. Чмоканье сотрясало округу. А потом оказалось, что Юля курит, и мы расстались. Все это я подробно изложил Маше, как пример ненужного молодежного пыла. Заодно объяснил, что целоваться надо без слюней, короткими очередями, слегка привлекая и одновременно отталкивая жертву. Губы должны быть чуть напряжены, тренироваться лучше на помидорке. Помидорка вот бери, дарю. Маша ответила, возлюби ближнего своего, это значит, оставь ближнего своего в покое. И ушла. Судя по цитате, нитши они уже прошли. Я подглядывал сквозь занавеску. У кавалера шарфик, шапочка, перчатки, притворяется приличным, усыпляет бдительность. Формально пошли выгуливать песика. В мирное время наша собачка ходит противолодочным зигзагом, брызгая на мир из пипетки. Тут же ее потащили, как банку за свадебной машиной. Она обилась о деревья, всем плевать, настолько интересный разговор сразу начался. Влюбленные гуляли 14 часов. Вернувшись, собачка выпила свою миску и оба унитаза. И два дня при слове «гулять» бежала под кровать и там о чем-то причитала. И я ее прекрасно понимаю. Вид со стороны на зрелые чувства кого угодно сделает неврастейником. Раньше Маша училась в престижном лицее имени Фаербаха. Там сочинение про лето, суть список курортов. Кто посетил одну Болгарию, того даже не били. Настолько жалко человека. У Маши есть лакшери-мать. Она очень кстати протащила дочь по всем Европам, кроме Кишинева. Она зорко бдит за уровнем позора. Лицеисты ездят на машинах. Никаких троллейбусов, электричек и осликов с тележкой. Одна девочка стеснялась приезжать с мигалкой. Говорила отцу, надоела твоя скорая помощь. Хочу на Хюндае. Как простушка. Капризная дрянь мы считаем. У меня на работе тоже есть осенизаторская бочка с желтыми маячками. Мы с детьми тоже могли бы показать уровень, но избегаем дешевой популярности. В этом году неожиданно для всех Маша перевелась в вечернюю школу. Она не глупа и не беременна. Просто решила закончить экстерном. Это запрещено везде, кроме вечерней школы. В вечерке меньше лицемерия. Там каторгу черных зимних утр не называют счастливым детством. Там признают, что среднее образование придумал Тарквемада. И чем быстрее ребенок отсидит, тем лучше. Я помогал Маше собрать портфель на 1 сентября. Положил нож, перцовый газ и словарь блатной фени. Пистолета не было, да и Маша не знает, с какой стороны из него стрелять. Про топор она сказала, ну папа. А я ответил, не папкой. И заплакал. Первый же день Маша услышала, как завуч говорит. Дорогие дети, курите на территории школы за сараем. Не ходите за забор, там вас могут замести менты. Очень трогательно. Сейчас мало где так заботиться об учениках. С Машей сразу подружился один мальчик. Он рассказал, как колол в вену чернила из ручки. Таким было условие карточного долга. То есть хороший мальчик держит слово. Сначала он потерял сознание, а потом ничего, даже приход был. Другой учится только в хорошую погоду. Он работает дворником и в снегопад уходит махать лопатой. Соседка по парте соблазнила ученика-сварщика. Ловкий ход, завидная партия. Некоторые школьники уже отсидели в тюрьме. Это серьезные люди с заточками. Благодаря им на уроках тихо, как в камере. Есть в классе отличник, победитель олимпиад. Днем он работает на стройке. Родители сказали, что они могут его содержать. На первую зарплату мальчик купил в ломбарде телефон за 30 евро и очень им гордится. Маша говорит, люди в вечерней школе интересные. Дебилов даже меньше, чем в лицее Фейербаха. Когда Волокордин заменил в моем рационе хлеб, я потребовал возврата в лицей к его обычным наркотикам. Но Маша сказала, мы же с тобой простые люди, не в понтах счастья. И тем растрогала до слез. Я не бывал богат и вряд ли буду. Денежный поток есть врожденная благодать, как синие глаза, кудрявые волосы или фамилия Ротшильд. Его на тренингах не вымолишь. Моя первая жена ушла, лишь почуяв мой рог. Вторая хвала небу чутка к недорогим формам счастья. Она знает, как хорошо залезть после мороза в горячую баню. Или взять вина, рыбы и все выходные провести в обнимку. Или если в кино свадьба и кто-нибудь плохой на заднем плане умер. Мои небогатые друзья очень хорошо в этом разбираются. Они говорят, у нас на даче света нет, воды нет, зато какой воздух. Мечтаем провести там лето. Для сравнения богатые друзья жалуются. Какие французы противные, весь наш Париж изгадили. Бедные. Ходили на салют, как красиво, боже мой. Богатые. Омар не вкуснее рака, тупо обдираловка. Бедные. Хорошо быть сантехником, всегда при деньгах. Богатые. Да какой ты сантехник, врать научись, писака хренов. И обещают познакомить с каким-то чертом в качестве образца. Еще про счастье. Менял я бабушке сифон. Она говорит, этот новый сифон невероятно красив. Белый, как снег Джамалунгмы. Бог среди сифонов. Она сварила кофе и напекла блинов. Потребовала, чтобы я отдыхал после изнурительной работы. Три минуты в теплой ванной. Рассказывала про соседа. Чудесный только пьет. И что топят, теперь отлично. Главное валенки не снимать. Мы сидели на кухне, пили кофе и любили весь мир. Но чемпион по счастью малых форм, конечно, мой друг Саша Нитунахин. Послали нас затыкать фонтан. В субботу утром в супермаркет полно мастеричек. Я искал уважительную причину не приехать, например, угодив под поезд. А Саша Нитунахин в ту же субботу к тому же фонтану прибыл в отличном настроении. С коньяком и горячими бутербродами. Говорит, не спеши, пошли они все в жопу. И вот у нас коньяк, закуска, вид на текущую воду. Заведующий магазином красиво падает в обморок и тут же встает, чтобы снова упасть. А мы сидим, у нас праздник труда. Только после третьей рюмки Саша говорит, пора. И шагает в магазин, как в пропасть. Уверяю, многие из вас лучше бы шагнули в пропасть. Я люблю Нитунахина за ту безмятежную улыбку, с которой он погружается во что угодно. Теперь мораль. Друзья мои, счастье не инстаграм с красивой жопой, а мясной салат на вашей личной кухне. И сегодня моя кухня будет островом удовольствий во всемирном океане неважно чего. Я проверил ваше фото. На меня подписаны сплошь красотки с чудными ногами, глазами, шеями, а мужчины все киноактеры с умным взглядом. Вы добры, мудры и хвалите меня не в ответ, а только если заслужил. Один мой приятель владел искусством комплимента в такой степени, что три его любовницы терпели друг друга, законную жену и еще залетных всяких шмар. Когда он умер, на погосте сломали забор. Провожающие не поместились на кладбище, хоть и занимали исключительно стоячие места. Я тоже хотел прослыть милым. Для этого теоретически нужно подойти к любому негодяю и похвалить, например, его костюм. Негодяй в ответ похвалит прическу. И тьма типа рассеется. На практике негодяй кричит денег нет еще до моего здрасти. А я слишком закатываю глаза, заявляя, что рад его видеть. И мы расстаемся глубоко недовольные общением. Не в силах изменить себя я взялся за дочь. Я сказал Маша, только злым девушкам нужен фитнес. Добрые девушки льстят не вставая с дивана и потом рожают умных детей от красивых мужчин. Вот и все, что нужно знать филологу о теории происхождения видов Чарльза Дарвина. Лепи комплименты тупо, нелепо, смешно, безрассудно и будь счастлива. Маша послушалась и вскоре получила три приглашения замуж, в том числе одно скандальное. Скандальное вышло так. Была латышская свадьба, много народа. Чтоб всех передружить, Тамада придумала игру «Тайный поклонник». Правила туманны, сумрачные и липки, как кошмар алкоголика. Каждый гость берет из шляпы бумажку с именем и в течение свадьбы льстит всем подряд, но особенно тому, чье имя выпало. Победа не важна. Главное, что хаос добра и энтропия морали украсят свадьбу лучше кокаина. Маше выпало хвалить некого Оскара. Средних лет четырежды отец, лишний вес, бизнесмен. Маша сразу сказала, что дети Оскара умные, а сам он отличный папаша. Через час заметила, какие сильные у него руки. В середине банкета художественно описала цвет глаз Оскара и в целом выражение лица. Во время танца поразилась умению наступать на ноги не больно, а с каким-то мужеством и надежностью. Потом окажется, Оскара не предупредили. Когда все слушали правила игры, он парковал машину. Мужчина просто заметил, что вечер хорош. Наконец-то он удачно шутит. Пластика наладилась и понимание. И одна блондинка разглядела в нем поэта. 20 лет русская спортивная глаза голубые, веселая, очень мило не произносит элп, получается сваткая булочка. Латыши непривычны к похвалам. Здесь даже спасителю мира скажут «Смотри, чтоб зад не треснул, благодетель». Вот этот благодетель и будет комплиментом. Где-то в районе выноса торта по совету внутреннего виски Оскар встал на колено при всех и сказал, что все решено. Любовь, то-се, две половинки, сердце не обманешь, ты моя янь и пусть общество нас осудит. От лица общества в круг вышел Машин жених Карлес. 187 сантиметров, кость широкая, взгляд удивленный. Подошли братья Карлеса, Гунтис и Кристоп. Подоспела жена Оскара, четырежды мать, баржа по гороскопу. Подтянулись работники кухни. Все устали от лжи и лицемерия и не прочь были найти виновных в победе демократов Пенсильвании. Тут-то и началась реальная свадьба. Гостей из Риги срочно отправили домой. Лишь бережное отношение к столичной родне отличает латышские свадьбы от русских или индийских. Потом расскажу. Дальше нужно показывать с песнями и в танце. Поэтому заканчиваю болтать. Всех люблю. Вы все офигенные. Честно. Слава Се Маша Дача Карантин и прочее. Читал Медведь Обыкновенный. Все книги в моей озвучке вы можете услышать в телеграм-канале Медведь Обыкновенный Аудиокниги. Продолжение следует...